Более гадостного, некачественного товара я в своей жизни не видела. Для масс-маркета 9 тысяч рублей за шмотку это... Снова просвечивает, мне не нравится. А как переводится трэш, я просто не знаю, мам. Отстой. Это отстой переводится. Трэш ведется как отстой. Везде торчат нитки. Короче, сегодня я потратила на одежду около 50 тысяч и очень недовольна. Так как я поняла, что скоро я улетаю в Германию, я потом решила, что было бы неплохо заказать себе одежду с DollSkill. Короче, DollSkill это такой сайт, это не реклама, ребят, вообще ни разу, потому что сайт дорогой, идиотская доставка, которой даже практически нет в России. И в целом на Алике можно найти все то же самое. Ну, короче, не знаю, зачем я тут заказываю, наверное, потому что хочу и могу. Можете выбирать себе стиль, например, вот тут такая девочка хиппи, гламурная, пафосно кеется, девочка, которая любит себя ярко такая, типа, и вот год вонючка, а.к. бомжара. И вот это тоже панк вонючка, а.к. бомжара. Так что для меня тут есть целых два варианта, что можно заказать и что не нужно искать на том же Алике по разным запросам. Я не могу сказать, что здесь дела как-то прям сильно лучше, чем на Алиэкспрессе, просто мне очень нравится то, что у них все собрано в одну кучу. Ну, собственно, вот у меня получилось на 530 евро. И еще со мной за доставку. Ставлю лайк моим покупкам. Увидите. Прежде чем я получила эту потрясающую, я очень, наверное, здесь посылку, я столкнулась с рядом трудностей. У меня списали 600, сука, евро. Это примерно 49 тысяч рублей. Списали, а заказ не прошел. Я паниковала целый день и всю ночь. Но потом мне вернули деньги, я оплатила заказ, и он действительно мне пришел. Сумма моего заказа, как вы уже поняли, 49 тысяч рублей. Я очень надеюсь. Прислали мне вот такую огромную коробку. Одежды здесь много. Извините, как выглядит одежда человека, который потратил на нее 62 тысячи. Черт, здесь одежда. О, жесть. Я сказала, очень много фриковатых одежды. Вещь номер один. Кстати, очень интересно, у нас будут вещи, которые совпадут с Дашей или нет? Мне кажется, у нас не будет ни одной совпадающей вещи. Я бы даже, что больше по совсем яркому, а я по такой вот этой вот фигне. Рассказываю. Так это выглядит на сайте. Так это выглядит в реальной жизни. Более гадостного, некачественного товара я в своей жизни не видела. Это просто кошмар. Сейчас я села монтировать это видео, потому что я забыла, что этот сраный, сраный. Я просто... Он дремень стоил 42 евро, ребята, понимаете, 42 евро. Я просто в ужасе. Я не могу. Качество вышло. Из хорошего здесь примерно ничего, но, может быть, вот это выглядит концептуально. Но, I guess, вы даже так видите, что херня какая-то. Это небольшой фанфект вместе с Дашей, которая граф. Так получилось, что мы одновременно решили сделать эту покупку. Только я сделала покупку на темные такие вот больше годские, панковские вещи. У нее, как обычно, все будет яркое, радужное и т.п. и т.д. Мне посылка пришла, очевидно, раньше, чем ей, потому что она очень много геморроя прошла через то, чтобы вообще, в принципе, что-то получить. Все еще, кстати, не получила. Ну, да ладно, вы об этом сами знаете. Но я не сдержалась и, в общем... С разводкой. Буквально. Я не сдерживаюсь и записываю даже сообщение. Это полный пиздец. Я получила первую вещь с Долл Скилла. Это покажется, что совсем не фершка. Это просто катастрофа. Это развод. А ну, посмотри на эту цепь, она ужасная. Это куча на прашке. Ты когда заплатил 6 тысяч за доставку, а пришли вещи с Алиэкспресса. Я не понимаю, Долл Скиллс, большой бренд. Брэц, братс, рэц, большой бренд. Как? Как? В моей посылке есть еще одна вещь, которая стоила из этой коллабы девятку. В смысле, 9 тысяч рублей. Я оставлю на потом, потому что если вещь за 9 тысяч рублей будет дерьмом, я разозлюсь очень сильно. Для масс-маркета 9 тысяч рублей за шмотку это дохера. Знаете, я испытываю очень сильное разочарование, потому что если то у нас была прашка, то это вещь уровня. Я купила ее в переходе. Я не знала, что в Эчиндеме вещи дежевле, но поэтому купила в переходе ее за 4 тысячи. А могла бы просто не покупать. Ладно, МБ, она на мне, конечно, лучше сядет, но вещь хрень какая-то. Я скажу честно, что мой рост метр шестьдесят два, и оно едва прикрывает мой зад. Ты выглядишь так, как будто ты реально забыл надеть трусы. Это так в ГДА ходит. Почему? Почему? Продолжаем. О, на удивление кажется неплохая вещь. И здесь, смотрите, здесь как бы сердечко, которое дьявол, но одновременно и анджел. Я взяла большую, потому что я люблю, когда кофты большие. Буквально рука даже не дерется. Мам, как кофта о цене от налога 10? На сколько от налога 10? На все 10. Не понимаю, что это за настроение. Я сегодня череп у меня была. Черепиный топик. Цвет яркий, запах китайский. Цена очень дорогая. Стоит ли это денег тех, которых за него заплатила? Определенно нет. Все просвечивает, мне не нравится. Качество на Алике в целом лучше. Не ставлю я ему лайк. Он не заслужил. Виноград ставлю лайк. Топ. Нет. Из рубрики не пойми, что в этом пакете. Ой, внезапно классная вещь. Охренеть. Корсет-то какой. Он прям, смотрите, какой крутецкий. Ну, это, конечно, фазин полная собачья. Как будто лента от цветов. Ну, конечно. Я думаю, что лучше, чем эта кофта, чем эта, простите, блузка, сюда ничего не пойдет. Померю. Я на него очень рассчитываю, потому что по качеству мне он кажется вообще лучшей вещью из того, что я там накупила. По размеру нормально. Ой. Я уже чувствую, как превращаюсь в фрюанскую женщину. Лучше не надо. Не согласна. Не на одну позицию в том обществе. Так. Затягиваю. Посмотрите на это. Сразу вымахала. Так тут шел просто любой, я не знаю, кепа завидует. Не знаю, почему кепа в голову пришел. Допустим. Если честно, мне не очень есть чем дышать. Ух. Ну, там, визуальный эффект. Пресс исходит. Все идеи. Непонятно только, почему это на таком большем расстоянии. Она разве не вот так вот должна быть? Чтобы уж наверняка. Ну, на самом деле, это выглядит очень плохо, честно. Это выглядит настолько плохо, что мне нечего сказать. Зачем? Зачем сделаю настолько хоро... Блин, это же просто ужасно. Я не знаю, что сказать. Вы что-нибудь скажите, потому что мне сказать нечего, кроме слов. Да, действительно, грудь выглядит очень большой, но, знаете, лучше никакой, чем вот эта. Хочется... Хочется расстроиться, поэтому расстроюсь. Шулавливая штучка. Вот такая вот кофточка. Не знаю, что здесь написано. При заказе мне просто понравился уникальный дизайн. А какая разница, что написано, если дизайн классный, не так ли? К этому еще, оказывается, шли трусы со звездой. Возвращаюсь к вам с топиком. Считаю, что топик отличный. Конечно, вообще не понимаю, что написано, но я не умею читать. Что поделать? Знаете, не все умные, не все умеют читать. Вся надежда только на вас, мои сладкие малыши, что вы умеете читать. А пока давайте сделаем на него небольшой обзор. Ну, он мне как раз... Это абсолютный плюс, потому что редко мне что-то как раз. Ну, он черный, он с рюшками, I guess. Еще у него вот такая вот как будто бы ленточка немножко как будто бы атласная. Короче, в целом, ему можно поставить лайк. А можно посмотреть на него в темноте. Что такое? Можешь просто прочитать, что здесь написано? Да просто я не понимаю, что здесь написано. Написано... Ну, настроение было сидеть в рогах. Почему нет-то? Что-то не черное. Удивительно. Ну, я люблю черный, все, ничего не могу с ним поделать. Здесь у нас настроение я у мамы и морек. Понимаете? Германия, такой отель как бы. Такая вот сетка. И вот такие вот на руках. Я никогда не была им. Я опять-таки не понимаю, почему размер S просто гигантский. Ребят, он на мне тупо падает. Его очень много. Он вообще весь висит. Я не понимаю. Но в целом, это лучшая вещь из всего, что было. Правда, мы потом написали в комментариях, так я заметила это в инстаграме, что такое же, видели в фикс-прайсе. И я такая, а, ну ладно. Теперь мне реально хочется пойти в фикс-прайсе проверить. Наверное, вещь, которая больше всего ждала. Нет, не та, которая стоила девятку. Стоила не та, кстати, дорого. Но, блин! Он пушист! Это пушист! Сука, я не могу ее монтирую и просто обусылать с этого момента. Почему? Это моя новая сумка! Сумка и пушист. Пушист! Ладно, эта вещь мне нравится больше всего. Блин! Он очень крутой! Можно вот так вот в руке носить, вообще кайфово. Ему можно поставить десять лайков из десяти одновременно. Пушист! 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 Есть только два настроения, две красные сумки. Вот эта, с пушистым, и которую мне мамка отдалась, которая будет делать кастом. Я заказала платье. Я так же не забыла, что я заказала платье. А, я сейчас уже в платье. Но я про другое платье. Это платье такое, не платье вовсе. А, вот это вот уже, девочки. Вот это платье. Сейчас будем делать проверку на сексуальность. Я думаю, что все согласятся, что это платье заслуживает только самого высшего балла, потому что выглядит оно абсолютно великолепно. Село на меня, оно просто потрясающе. Оно выглядит очень круто, цвет безумно красивый. Просто настроение, я маленькая готическая принцесска. Обычно мне никогда не хочется носить платье. Чувствую себя в платьях просто ужасно. Но сейчас я чувствую себя охренеть как бы красивой. Если у кого-то есть проблемы с тем, что сейчас я чувствую себя красивой, идите нахрен. Это корсет. Что-то есть вероятность, что он прям большой. Хотя S-ка. Ну, пока что, конечно, дешманский алик, но мне просто нравится дизайн. Вот. И то, что оно все колется и бесит, и хочется умереть, но сдержки красоты. Кстати, зацените, как на мне сидит этот топ. Мне очень нравится топ. Но он мне велик на... Ну, размеры, наверное, на 4. Это самые маленькие, которые были у них на сайте. А еще здесь очень странно расположена грудь. Такое ощущение, как будто она у меня с обвисанием. Почему грудь здесь? Моя грудь вообще находится вот здесь вот. Но почему она здесь прям практически на животе? Но факт в том, что топ мне очень велик. А еще он пиздец какой колючий. Я все еще не понимаю, как же можно было сделать такой потрясающий топ, чтобы настолько сильно не совпадало с размерами. А сейчас я буду просто сидеть, потому что красиво сидеть не запретишь. Но грудь, конечно, да, он такую достаточно большую делает. Что ж, осталось только две вещи. Первая вещь трэш. Буду ходить в ней в трэш-салоны. Вот такой вот красный топик, на котором написано трэш. Итак, вот на мне кофта трэш. Пришла в кофте трэш-замок. А как ты отсинь без кофта? Трэш и трэш. Нет, от одного до десяти как-то оттянешь кофту? Пять. Почему? Прямо. Почему я вяжу эту кофту на пять и десяти? Ну вот так. Я бы не приехала в замок. Но не подходит. Почему? Потому что трэш. А как переводится трэш, я просто не знаю, мам. Отстой. Это отстой переводится. Трэш переводится как отстой. Я думала, что он переводится по-другому. Да, как? Трэш. И вот она. Та самая вещь, которую я приберегла до самого конца. Это вещь от Брэдс. О, кстати, посмотрите на пакет. Здесь Рио Братсон рисованы. Мелочь, а приятно. Да, это вещь в стразиках. Не осуждайте человека за его стразик стразиком. Я не знаю, что сказать. У меня много вопросов по всему, но в частности, больше всего у меня вопросов к этой коже. Ну, я понимаю, что кожа у меня не тупая. Почему это выглядит настолько блюдко? С стразик не будет. Видно на фоне вот этого вот просто отвратительного качества. Я очень сочувствую себе за такие траты. Ну, что? Просто пиздец дерьмо какое. Ну, почему? Кто делает вообще такую блестящую кожу? В каком мы году? Я понимаю, что это заказ под нулевые, но это просто отвратительно. Это типа, да, она прикольная, да, она концептуальная, да, она такая приколдесная. И да, я больше всего сомневалась заказывать мне эту куртку или нахрен эту куртку, но я просто в ужасе от того, насколько она... Фу. Типа, ну, что это? Что это вообще? Это так чисто для фото. Значит, плащ будет тоже уебаный. Блин. И, ну, фоткаться можно в этом, в принципе, а что будет? Сфоткаться всегда можно, и не будет понятно, наверное. Везде торчат нитки. Ну, качество, да, качество такое. Нитки буквально везде торчат. Все в нитках, все. А выбрала ли, возможно, я вещь отвратительной? Возможно, но в целом разочарованы. Того не стоит. Бершка все еще лучше. Алиэкспресс всем рекомендую. Ну, я пошла. Алиэкспресс